Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Как я и предполагал, масштабы трудовой миграции кыргызов, узбеков и таджиков дают о себе знать на фоне коронавирусной эпидемии, которая разворачивается по всему миру, в том числе и на территории нашего таможенного союза. Вот появилось первое видео, датированное 17 марта с переходного пункта российско-казахстанского Сагарчин. Это рядом с Оренбургом, рядом с Ак-Тубе. Там на транзитной зоне между Россией и Казахстаном застряло порядка 90 машин, чуть больше 200 человек. Все они являются гражданами Кыргызстана. В связи с тем, что экономика идет на спад, зарплаты падают, рубль падает, естественно, часть граждан Кыргызстана захотели вернуться на родину. И значительная часть захотела это сделать более дешевым способом, автотранспортом. Особенно умиляет действия российских пограничников, которые прекрасно знают, что Казахстан ввел запрет на въезд иностранных граждан по внутренним документам. Они запустили российские пограничники Кыргызстана в транзитную зону, а затем отказались пускать их обратно, когда тех не пропустили на территорию Казахстана. И вот граждане Кыргызстана, просидев пару суток без еды, без туалетов, в своих машинах, когда у них начало подходить к концу все запасы, в том числе и топливо, сделали видеообращение, наконец-то достучавшись до властей Кыргызстана. Кыргызстана 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 Но при этом сообщается, что он сумел лишь договориться о 50% скидке на билет, то есть оплатить проезд своим гражданам он не смог в полном объеме. Часть граждан он уговорил вернуться в места пребывания в России обратно, а часть граждан остались на месте, они компактно расположились на территории России в 20 километрах от границы. Это он объяснил тем, что эти граждане, мужчины в основном занимаются перевозкой автомобилей, то есть их личные бизнес-интересы гораздо выше всей беды, которая разворачивается на территории Казахстана и России и Кыргызстана. Также стало известно, что 300 граждан Кыргызстана застряли в аэропорту в Жуковском, там по-моему отменили какой-то рейс, а российские пограничники отказались их пускать обратно в страну после того, как кыргызы прошли паспортный контроль. И этих нехороших историй будет еще много, они будут повторяться в разных точках пограничных переходов, видео будет появляться все больше и больше с каждым днем, я думаю, и положение кыргызского руководства, оно такое незавидное. Масштаб этой проблемы большой, СМИ, конечно же, ни кыргызская, ни российская эту проблему не освещает, потому что вопрос этот довольно неудобный, но кыргызскому посольству в России, к генеральному посольству в Москве, пришлось сделать заявление для своих граждан, чтобы хоть как-то сгладить эту ситуацию, чтобы хоть немножко остановить масштаб этого бедствия. Они выступили с предостережением для своих граждан, чтобы они больше не пытались пересечь российско-казахстанскую границу автотранспортным средством, зная, что Казахстан занял довольно жесткую позицию в этом вопросе. Блок послы вокруг Нур-Султана и Алматы ставят не для того, чтобы граждане Кыргызстана свободно разъезжали по территории Казахстана. Поэтому кыргызские послы в России поспешили сделать заявление официальное, они призвали своих граждан не пытаться больше пересекать российско-казахстанскую границу на автотранспорте, призвали их пользоваться авиасообщением и теми немногими ЖД поездами, которые продолжают вывозить граждан Кыргызии на родину. Естественно, о компенсации проезда тут не сказано ни слова, у Кыргызстана нет свободных средств для перевозки такого большого количества пассажиров. И, по сути, кыргызское руководство заявило своим гражданам о том, что они должны пережидать эту беду в России. Да, у кыргызов, скорее всего, не будет денег, в большинстве случаев не будет средств к существованию, но об этом они умалчивают. Спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши лайки и комментарии, подписывайтесь на мой канал, помогайте моему каналу финансово и до новых скорых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...